В этом выпуске упоминаются иноагенты Лев Шлозберг, Антон Долин, Катерина Гордеева, Дмитрий Муратов. Привет, друзья! Это канал «Номедиа из России», подкаст «Смотри в оба». Я Ирина Петровская, текст «Ошибка Шлозберга». Страшнее Шлозберга зверя нет. Русскоязычный утюг, который день бурлит и пенится, накрывая означенного персонажа волнами ярости, осуждения и презрения. Оппортунист, коллаборционист, реваншист, пособник кровавого режима, предатель гуманистических идеалов. Это самое элегантное определение, которое позволяют себе его оппоненты. Мерзавец, подлец и просто гадость. И тоже со всей прямотой экзальтированная дама с тонкой душевной организацией. Просто гадость, как и Собчак. Ксения Собчак, собственно, и спровоцировала очередной, как теперь говорят, если писать латинскими буквами, «С» как «доллар», «А-Э-С-Х», «Сач», опубликовав все на канале интервью с псковским политиком и публицистом Львом Шлозбергом. Тут, конечно, есть вопрос к Льву Марковичу. Зачем он согласился на это интервью? Как опытный политик и журналист, он мог бы предположить, что Собчак, большой любитель всяческого эксклюзива, заинтересовался им неспроста. И добром для него этот интерес не кончится. Но она и сама не скрывает, что с ней надо быть насторожев. Вспомните, как называется ее YouTube-канал. Он же, как человек искренний, скорее всего, попросту не ждал от коллеги подставок. Как не ждал никаких подстав от Катерины Гордеевой, которая примерно за полгода до Собчак записала с ним и его женой Жанной большой выпуск программы «Скажи Гордеевой», приехав в Обсков, где живет и работает эта супружеская пара. Тот выпуск Гордеевой набрал более миллиона просмотров и тысячи благодарных зрительских комментариев. Это первый случай в жизни, когда политик вызывает искреннее уважение. Ум, честь и совесть писали люди. Катерина Гордеева тоже беседовала со Львом Шлосбергом и его позицией по отношению к тому, что в России велено называть СОО, и о его призывах к обеим воюющим сторонам прекратить кровопролитие. И о его политической деятельности, и о преследованиях за нее. А еще историк и настоящий патриот Пскова Шлосберг водил журналистку по родному городу русской свободы и невероятно увлекательно рассказывал его историю. А еще они с женой Жанной откровенно говорили о своей жизни, поздней любви, страхах и их ежедневном преодолении. Но все эти разговоры Гордеева вела чрезвычайно деликатно и бережно, стараясь лишний раз не подставить, не подвести под монастырь своего собеседника и без того уже объявленного на родине иноагентом, но принципиально не желающего уезжать из России. Как говорится, почувствуйте разницу. Ксения Собчак тоже приехала к Шлосбергу Псков и тоже немного по нему прогулялась на фоне выразительных осенних пейзажей для оживления картинки. Интервью, как она сама говорит во время записи, записывалось в сентябре до обыска в квартирах Шлосберга и его 95-летнего отца и возбуждения против политика уголовного дела. Что, однако, не помешало его критикам выдвигать собственные конспирологические версии и об убудительных мотивах обоих участников интервью. Типа он после обысков испугался возможного ареста и решил пойти на сотрудничество с властями в лице известной его пособницы Ксении Собчак. Ей же не впервые выполнять деликатные поручения своих высоких покровителей. Как тут не вспомнить стих про то, что люди читают, не только читают, но и слушают и смотрят этим же местом. А, скорее всего, толком и не смотрят. Пробегут по тайм-кодам или вовсе посмотрят только те фрагменты, на которые обратят внимание другие. Вот и готово мнение. Сами не смотрели, но осуждаем, как он мог, как посмел. С этого момента он для нас умер. Да-да, и такие комментарии оставляют иные зрители в соцсетях и под скандальным выпуском «Осторожный Собчак». Поводом для разговора с Альвом Шлосбергом стал по признанию Ксении текст «Партия чужой крови», который он опубликовал у себя в соцсетях еще в августе. Этот текст тогда тоже вызвал некоторое раздражение участие уехавших из России известных персонажей, хотя в нем нет ни имен, ни фамилий, да и вообще речь там идет в основном о политиках. Именно они, как считает автор, радуясь страданиям россиян, потеряли доверие своего народа и право быть его представителями за пределами России. Итак, в сентябре Собчак, опираясь на авторитет Александра Сокурова, который якобы обратил ее внимание на это выступление Шлосберга, приезжает Псков, записывает интервью и откладывает его в довольно долгий ящик. А что так? Скорее всего, из-за того, что именно в это время в русскоязычном Ютубе идет нешуточная битва между оппозиционерами в изгнании за первородство. И интервью со скромным псковским политиком на ее фоне просто потерялось бы. Собчак же чутко к эксклюзивам любого рода хочет взорвать свою бомбочку с максимальным эффектом для себя. Ведь это именно она вынудила собеседника назвать такие имена и фамилии тех, кого он имел в виду в своем тексте, вызвав с их стороны возмущение и критику. Поначалу Лев Маркович упирается и уходит от прямых ответов на настырные вопросы интервьюерши. Но врешь, не уйдешь. Она настаивает, в кавычки открывается. Мы на своем канале очень любим конкретику и всегда стараемся ее добиться от наших героев. Поэтому я в очередной раз, заметьте, в очередной, вас прошу, вы упрямо называете людей партией чужой крови. Но почему-то упрямо, опять заметьте, упрямо, не называете конкретных имен. А это очень важно. Шлотберг пытается отделаться общими словами. Я их не коллекционировал. Однако Собчак, признавшись, что эти люди, которые противопоставляют хороших русских массе остальных плохих, и ее основательно достали, готова сама озвучить и критические комментарии имена их авторов. Именно она выводит цитаты и фото авторов на экран, практически вынуждая своего героя дать им нелестные характеристики. А потом на протяжении двухчасового разговора раз за разом возвращается к волнующей ее теме, интересуясь, собирается ли Лев Маркович мстить своим критикам, считает ли их предателями и намерен ли бороться с ними в будущем, составляя свой список врагов народа ответы «не собираюсь, не считаю, не намерен», она умела дозавуировать собственными предположениями и фантазиями. И все это с Еленей, обволакивающий собеседника интонации, единомышленника, понимающего, как никто другой. Вот Лев Маркович и повелся, ослабил самоконтроль и не распознал его банального манипулирования, по части которого интервью ерша ни одну собаку съела. Не буду углубляться в самый резонансный эпизод выпуска и слова Шлосберга про то, что страна, которая сопротивляется, не является жертвой. Шлосберг, пытаясь донести довольно спорную мысль, и сам несколько запутался, дав простор оппонентам для самых невероятных и вольных толкований. При этом поразительно, как после неточных слов с кем не бывает те же люди, что прежде восхищались человеком, доверяли и не сомневались в его честности и порядочности, мгновенно переменили мнение, записав чуть ли не в главные злодеи подлецы нашего времени. Выпуск Собчак, в отличие от выпуска Гордеева с тем же героем, посмотрел, несмотря на небывалый резонанс в определенных кругах, около 400 тысяч зрителей, куда меньше, чем другие ее эксклюзивы. Следующий за Шлозбергом герой Собчак сын киллера уже его опередил. И это тоже следовало бы, наверное, учитывать политику, контекст и окружение, в которое он волей-неволей попадет, соглашаясь на провокационное интервью, обернувшееся для него настоящей травой. А еще, наверное, не стоит оправдываться и огрызаться, как это сделал Лев Маркович в интервью каналу и грянул Грэм. Ошибки Шлозберга другим наука. Хотя трудно вообразить, кто и как поведет себя, когда свои же, накинувшись всей стаей, будут след тебе свистеть и улюлюкать от уево, так и до нервного срыва недалеко. А теперь, как всегда, мои рекомендации. Спасите суджу. Беженцы суджа умоляют власти России и Украины открыть гуманитарный коридор и спасти их родственников, которые остались на оккупированной территории без тепла, связи, электричества, медикаментов, продуктов питания и даже питьевой воды. Сейчас там активизировались военные действия, то, чего местные жители и их родные боялись больше всего. Корреспондента «Новой газеты» Нина Петлянова Алексей Душутин и режиссер Кирилл Верхозин снимали свой репортаж в Курске. В выпуске принимает участие лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов, который подписал обращение к международным гуманитарным организациям и руководству России и Украины с требованием предоставить суджанам гуманитарный коридор. Тот самый выпуск YouTube-канала «Скажи Гордеевы» с участием Льва и Жанна Шлозбергов, о котором идет речь в моей колонке. Очень рекомендую посмотреть его тем, кто не видел, и сравниться с скандальным выпуском на канале «Осторожно, Собчак», спровоцировавшим бурю негодования в русскоязычном YouTube и, увы, настоящую травлю его главного героя. Замечательный Юра-музыкант, он же Юрий Шевчук, в гостях у Галины Язефович, рассказывает о своей маме, детстве, юности, о книгах и музыке, на которых вырос, о новых песнях, а еще отвечает на вопрос, что для него входит в понятие «Родина». История Дональда Трампа, миллиардера, который стал своим парнем для американцев и другом в кавычках Путина. Канал «Контекст» разбирается, что на самом деле связывает Трампа с Россией, зачем он как минимум пять раз приезжал в Москву и почему необвинения в связи с Кремлем, невозбуденные против него уголовные дела не помешали Трампу снова выиграть президентские выборы. В кинотеатрах России и других стран мира идет прокат «Аноры» самого обсуждаемого фильма американца Шона Беккера, победителя последнего Каннского кинофестиваля. В нем снимались и русские актеры Марка Идельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков, Дарья Екемасова. Кинокритик Антон Долин в спецвыпуске YouTube-канала Радио Долин подробно разбирает, в чем причина его успеха, светит ли ему Оскар, а также в конце отвечает на главный зрительский вопрос «Смотреть или нет». С вами была Ирина Петровская. Спасибо вам большое, друзья, за внимание. Пожалуйста, смотрите нас, слушайте, читайте, оставляйте комментарии. Ну и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok